Сотни вечерних фотографий с улиц российских городов. Хэштег «Любовь сильнее страха» вышел в лидеры российского твиттера. Среди прочих свой снимок разместил и санитар ковидного госпиталя в Москве Саидан Вар Сулаймонов. А на следующий день он сообщил, что его уволили. Вот и пришел мой последний день в госпитале. Меня уволили за акцию с фонариками. Типичный московский дворик. Восемь вечера в воскресенье. Во дворе 24-этажного дома шесть человек. В руках телефоны с зажженными фонариками. Активист Михаил захватил с собой еще и бенгальские огни. Как мы видим, сначала вышло два человека, и все пишут, что... И я думал, что я один выйду. И мое объявление, которое сегодня днем повесило в акции, кто-то вынул спустя пару часов. Но при этом люди вышли, и половина вышла уже, заметив, что вышел кто-то еще. Жена Михаила тоже участвовала в акции. Но в другой, на несколько часов раньше, флешмоба с фонариками. Всем привет от жены. Вот, вставай к нам. Любовь сильнее страха! Любовь сильнее страха! Девушки с белой лентой на Старом Арбате – демонстрация солидарности в поддержку женщин, которые оказались за решеткой по политическим мотивам. И в поддержку Юлии Навальной, чей муж в матросской тишине. Мы хотим напомнить, что есть очень много политзаключенных, которые также связаны не только, например, с ФБК, а с другими уголовными делами. И, в общем, поэтому такое привлечение внимания к женщинам-политзаключенным. Почему нет? Нам кажется важным это символическим жестом поддержки. Мы так и выражаем свою солидарность с политзаключенными. Мы против насилия любого политического, домашнего. Поэтому вышли и за любовь. Неважно, какого цвета сердца, но мы надеемся, что любовь, хорошее отношение к людям, оно должно любое насилие победить. Сюда же пришла и муниципальный депутат Юлия Галямина, которую осудили на два года условно по так называемой Дадинской статье. Мы показываем женскую солидарность с другими женщинами, которых преследуют по политическим мотивам. И таких женщин сейчас в России более ста. И каждая из них нуждается в нашей солидарности. Впервые за долгое время протестные акции без массовых задержаний. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков прокомментировал их так. Главное, не нарушали закон. Поэтому все было спокойно. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.